Дела церковные, дела парламентские. Верховная Рада сегодня поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху. Убеждать, проголосовать депутатов за документ пришел Петр Порошенко. Что говорил президент, как депутаты нажимали на кнопки и какие вопросы сняли с повестки дня. Об этом далее в материале. С утра трибуна снова в кольце радикалов, но блокаду снимают. Первая очередная сегодня церковная тема. В сессионном зале готовятся к выступлению президента. Около 11 глава государства уже на трибуне. Не начи грим среди ясного неба. Саме так, питание, которое мы сегодня рассматриваем и обговорим, пролонало для многих из тех, кто не очень внимательно следует за проблематикой украинской единственной православной церкви. Президент просит парламент поддержать его обращение к Патриарху Варфоломею с просьбой дать разрешение на создание украинской поместной евтокефальной церкви. Томос, на который мы так сподеваемся и для отримания которого докладаем столько усилий, и поява признанной единой поместной церкви никаким образом не означает порушение конституционного принципа свободы совести. Единственная православная поместная церковь не станет государственной. И все верующие имеют и имеют право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и конкретную церковную юрисдикцию. Вслед за президентом свои позиции высказывают главы фракции. Первым делом к трибуне вышел оппозиционный блок всем составом. У нас инше бачение сегодняшней событий. Мы считаем, что сегодня начинается президентская кампания, но прикро и погано то, что президентская кампания начинается с использования наиболее счастливой темы, как сегодня и общество, вопроса религии. Наша позиция, что государство не должна втручаться в религийные вопросы, все это должно решиться с руководителями религиозных установок и мирянами. Поэтому наша фракция выступает против этой постановки и на поляга, чтобы вопросы церкви решились только на уровне межцерковного диалога. Оппозиционный блок от трибуны не отходит, но микрофон уступает Народному фронту. Мы сегодня будем голосовать за то, чтобы миллионы украинцев не выклинулись как безблагодатные. Фронтовики тоже хотели оккупировать трибуну, но их остановили. Не поддерживает обращение президента и группа возрождения. Остальные фракции готовы дать голоса, в том числе и радикалы. Они, к слову, обещали блокировать трибуну до тех пор, документ в повестку внесли, этого уже полтора года нардепы не могли сделать. И подопечный Ляшко блокаду сняли, дружно проголосовав за президентское обращение. Украинская поместная церковь – это нарежный камень в фундаменте незалежной страны. Поэтому команда радикальной партии одноголосно поддерживает вернение к Вселенского Патриарха о признании автокефалии и незалежности Украинской церкви. Украинская православная автокефальная церковь – это организационная структура. Это то, что объединяет людей на защиту их прав. Для украинского общества это исторический шанс добиться каноническую церковь истернатом в Киеве, а не в Москве. Все, что сегодня потребуется от нас в этом зале – это единство. Иснуют и будут существовать разные церкви, и каждая людина имеет право выбирать свою церковь. В тот же час, как держава, мы имеем право иметь единую церковь. После недолгих обсуждений нардепы все же поддержали обращение. Дозвольте мне этот дух передать в телефонной разговоре с Вселенским Патриархом, который будет прямо сейчас. И мы на сегодняшний день доведем позицию парламента, позицию президента, позицию народа и позицию украинских иерархий в церковных. Президент ушел, ушли и депутаты в кулуары расходиться в комментариях. Синод, Патриархский Синод, в целом, очень редко принимает решения. Это очень, скажем, растянутый в час и процесс. И не означает, что после сегодняшнего голосования в Верховной Раде завтра или через неделю может быть решено. В 2016 году уже было такое обращение. И мы видим, что ничего такого не произошло. Я уверен в том, что Константинопольский Патриарх никогда не пойдет на то, чтобы нарушить церковные традиции, законы, которые существуют в 2000 лет. Это будет означать раскол православия. Вторая тема, которая могла стать ключевой в парламенте, это избрание Центра избиркома. А еще вчера была готовность голосовать за новый состав. Сегодня что-то пошло не так. Не стоит обрания Центральной выборчей комиссии сегодня в порядке денному, потому что нет консенсуса среди фракций, в каком складе нужно голосовать ЦВК. А кроме того, ну, много кто подозрит, что, ну, скажем, оформление ЦВК, мусить стати поштовхом до очень борхливых политических процессов, в том числе и до строковых парламентских выборов. Дуже прикольно, что мы не находимся сегодня политической воли на призначение нового решения. Очевидно, это связано с страхом отримать достроковые выборы. Чем ближе мы наближаемся к выборам, тем сложнее эти призначения можно реализовать. Тем ценнее эта посада с точки зрения политического процесса выборов стает. Позиция пара абсолютно однозначна. Каждая фракция, которая присутствует в парламенте, она должна иметь своих представителей. Согласно нашей количестве депутатов, мы должны иметь, как минимум, двух представителей. Осталось так, что президентская фракция и фракция Народного фронта, они распределили между собой практически весь склад ЦВК. Мы расцениваем это как попытка фальсифицировать выборы. Обойдя кадровые вопросы, Нардепы перешли к запланированной повестке дня, отложив вопрос Центризбиркома как минимум на месяц, поскольку впереди в Раде три непленарные недели.